С какими только запросами клиентов нам не приходилось работать. Путешествия по России, сафари в Африке, восхождение на всевозможные вершины, поездки в заснеженные уголки мира. Однажды нам довелось помочь собрать снаряжение для похода в пещеры – Сьяновские каменоломни. Сьяны находятся в Подмосковье, рядом с рекой Пахрой. Являются системой искусственных пещер-каменоломен общей протяженностью около 19 километров и являются довольно популярным местом паломничества для самых разных любителей приключений. Система имеет площадь около 32-34 квадратных километров, один вход, один выход, три уровня, но ходят непосвященные только по одному. Сьяновские пещеры частично находятся над рекой Пахрой. Температура и зимой, и летом в них плюс 6-8 градусов. Есть большое количество гротов. Для любителей поползать – шкуродеры и лаза. Идеальное решение для условий пещеры. Ни марки и камуфляжный комбинезон из плотной и прочной ткани – ничего лишнего. Один предмет одежды защищает с ног до головы. Вариант БУ стоит значительно дешевле нового, а значит, его будет не жалко убить об каменные пыльные стены. Высокие армейские носки с антибактериальным эффектом за счет серебряной нити – лучший выбор для пещерных условий, где комфорт и возможность следить за собой сведены к минимуму. Кроме того, они неплохо согревают ногу. И если с ростовкой комбеза не повезло и он окажется коротковат, высокие носки окажутся весьма кстати. Высокие брезентовые кеды – легкая, но прочная обувь с фиксацией голеностопа, сохраняющая относительно высокую подвижность ноги. Надежное и прочное хлопковое армейское белье отлично подойдет для переменчивой активности в условиях пещеры. В нем вам не будет жарко при активном движении, но вы не замерзнете, находясь в состоянии покоя. То же самое относится к кальсонам – тонкая ввязаная шапка, которую не жалко убить. Если, конечно, получится. Так как спать в пещере приходится на камнях, то чем толще будет ваш спальный коврик, тем лучше. Но и здесь есть свои нюансы. Слишком толстый коврик займет неоправданно большое количество места в вещевой сумке, поэтому логичнее будет считать самонадувающийся коврик и тонкую пенку. Такую, как армейский стрелковый коврик Германия, которую можно разместить в спинке рюкзака. К слову о вещмешке. Вещевая сумка для похода в пещеру должна быть непромокаемой, узкой и прочной, чтобы ее можно было свободно протаскивать во все щели, в которые вы решитесь пролезть. В нашем случае армейский прорезиненный даффл хорошо справился с задачей. Отличный легкий и прочный армейский рюкзак горных егерей Бундесвера сам по себе уже стал легендой. Он отлично подошел и для нашей задачи. Легкий недорогой спальник в сочетании с ковриками обеспечит вполне комфортный сон под землей. Отличное дополнение для комфортного и теплого сна. Многоразовая грелка, которая активируется небольшим количеством воды любого качества, согреет руки, ноги и все остальные части тела, которые в этом нуждаются. Условия выживания в пещере имеют свои особенности. Основные проблемы. Недостаток кислорода. Помним, всего один вход-выход. Полная темнота, к которой ваши глаза никогда не привыкнут. Попросту потому, что света нет вообще. И высокая влажность. Таким образом, готовка еды имеет свою специфику. Можно использовать только сухой спирт или газовые горелки, никаких дров и прочей роскоши. Место для посуды жалеть не нужно. Иной раз в жизни только одна радость и есть, что поесть. А в пещере и тем более делать больше и нечего. Поэтому затариваемся компактными котелками, наборами для еды для себя и друга, флягой с котелком и прочим. Фонари в пещере как вода в пустыне, поэтому нужно иметь как минимум два. А также не помешают световые палочки, хисы и прочее. На случай, если у фонаря в пещере сядет аккумулятор, при исследовании особо запутанных ходов, не будет лишним страховать себя, прокладывая путь веревкой. Так вы всегда сможете найти путь назад и выжить. Хотя по опыту чаще всего веревка оказывается более востребованной для подвешивания продуктов к потолку, потому что живность в виде мелких грызунов будет вашим неизбежным соседом во время подземного приключения. Кроме того, если что-то из снаряги порвется или сломается, веревка и здесь окажется полезной. Ну и всякие полезные мелочи, без которых не обойтись в любом приключении. Необычная свайка поможет справиться с узлами, а прочное и простое лезвие со всем остальным. Герметичный и легкий чехол убережет драгоценные спички от намокания. На случай, если спички вы все-таки не уберегли или они закончились, поможет огниво. Главное найти легко воспламеняемую растопку. Максимально компактное полотенце не займет много места и быстро высохнет благодаря специальному материалу микрофибра. Всю указанную экипировку, одежду и снаряжение для пещеры и многое другое вы можете приобрести в магазинах Farsage. И на сайте kamouniforma.ru Кстати, если поход намечается совсем скоро, а времени на заказ в интернет-магазине у вас нет, на нашем сайте появилась новая функция. Теперь вы можете в режиме реального времени видеть наличие в наших розничных магазинах интересующего вас товара. Ждем вас в наших магазинах! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»